Стоит вот, Theo Rio, так стоят вот так вот. Естественно, ищут заход. Если они по факту угасённые, то есть у них есть спрос, нет вопрос. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Так, поехали, поехали! Стрелять буду! Лежать! Где? Давай догоняй, я его здесь. Ты сейчас пьяный, нет? Ты сейчас пьяный? Полиция здесь. Ты пьяный? Скажи. Ты пьяный? За руль почему-то я насел, у тебя выхлоп конкретный, что ты? Подними, подними, подними капюшон. Не думал, как ты видишь, как мы там с телефоном по закатам ходили. Ты не думал об этом? Покажи свое лицо. Убейте, ну да, я покажу свое лицо. Вы что, блядь, не понимаете? Матами ругаете. Матами, не надо тут ругаться. А почему вы меня, блядь, носили? Я вас не понимаю, никто вам сказал не по-нормальному. Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудьте в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан. Поставить палец вверх. Написать комментарий. Желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Желаем вам быть лишенным правоуправления. Права вам связанности, соответственно, свидетели разъяснены. Кого-либо из присутствующих узнаете, значит, судья? Кто-то подальше от Трубавина. Водитель транспортного средства, насколько помню, Киев. Так, когда, при каких обстоятельствах впервые увидели вы Трубавина Сергея Владимировича? Значит, впервые, точно я не помню, какой-то, ноябрь либо декабрь, ну, в общем, в этих месяцах, какого года? 2019 года, соответственно. Значит, данный водитель управлял транспортным средством, насколько я помню, Киев было, если не ошибаюсь, даже белого цвета, значит, был обнаружен с признаками опьянения, мы за ним проследовали, и его остановка совершилась в конце улицы Транспортной. Так, вы что делали, когда увидели его, что он делал, вы где были? На фронтовой у нас первая встреча произошла, значит, нам сообщили о том, что там имеется водитель, который имеет признаки опьянения. Мы туда, когда приехали, в этом убедились, потому что его и поведение не соответствовало действительности. Так, он что, когда вы приехали, что он делал? Он управлял транспортным средством. На этой тачке сначала там парковался, что-то там. Мы подошли, поинтересовались, он начал осуществлять попытки и действия к скрытию с места. Мы сообщили в дежурную часть. То есть, по-русски говоря, попроще просто говоря, в вашем присутствии он, вот вы приехали, он в машине находился. Он находится в личном сидении, управлял транспортным средством. Так. Ну, а вы лично почему решили, что у него какие-то признаки опьянения? У него была соответствующая реакция, заторможенность его поведения. И через текло это вы увидели в машине? Да, сначала было у него приопущено. Значит, из машины исходил резкий запах алкоголя. Так, и так, ваши какие действия были? Мы позвонили в дежурную часть, сообщили об этом. Он предпринял попытку скрыться. Каким образом скрыться? Поехать на автомобиле управлял. Значит, в процессе преследования за ним мы потратили, ну, мне кажется, минут, наверное, 20 на все это мероприятие. Он в итоге заехал в тупик на улице Транспортной, где уже некуда было ехать. Вышел из автомобиля и с товарищем, который его свидетель сейчас пришел. Как у него фамилия? Я здесь слышал, Митин, что ли? Не помню больше. Он присутствует, что ли? Да, он здесь, да. Это вот как раз тот самый его пассажир. Значит, они побежали, значит, в сторону, там, спуска. Мы, соответственно, побежали за ними. Упал товарищ Митин. Я остался с ним. Далее Трубавин побежал вниз. За ним побежал Филонов, мой товарищ, с которым мы уехали вместе. И, значит, путем преследования, видимо, недостаточно вдыхалки у Трубавина. Он выдохся, упал, ну, и, соответственно, обратно вернулись вместе. На протяжении всего времени он был у нас на виду. Так. Как быстро инспектор ДПС приехали? Ну, времени не засекал, но достаточно оперативно. Все это время, когда он вернулся, значит, подъехали инспектора ДПС, там, спустя короткое время. Ну, и, соответственно, был передан сотрудниками полиции для оформления, значит, за пьяную езду. Значит, от него, могу точно, с уверенностью сказать, исходил резкий запах алкоголя прямо именно изо рта. Имели все признаки. Он всячески скрывал свое лицо, чтобы его, наверное, не идентифицировали. На месте мы присутствовали. Мы до заключения, так скажем, до конца всех мероприятий присутствовали. Значит, он отказался на месте пройти свидетельствование на месте. Согласился на медицинское учреждение. Его направили. Мы туда также вместе приехали. Там непосредственно в медицинском кабинете ему было предложено продуться. Значит, он продулся, показал результат выше положенного. Точную цифру не помню, там 0,600, не помню сколько точно. Но гораздо больше положенного. Есть, у меня имеется видеодиск с собой, на котором запечатлены все то, что я говорю. И в том числе и в медицинском кабинете. Значит, он продулся, но когда ему объясняют, что будете ли вы пить в стаканчик, он говорит, а что за это будет вообще, какие последствия. Ему и инспектор ДПС, и медицинский работник объяснили, что если обнаружатся какие-то запрещенные вещества в его моче, то он встанет на учебу на наркологические дистанции. Что потом будет очень сложно оттуда сняться. Поэтому он много-много раздумывал и отказался подписываться качать. Ну, соответственно, медицинский работник разъяснил ему, что за это предусмотрен статья 1226 «Отказ от медицинской ассоциации». И сотрудник полиции, я точно помню, разъяснял это так же все имеется на виде. Вот, в принципе. А диск могу приобщить? Готовы? Да, конечно. Ставить сюда. Есть. То есть, у вас тут полностью есть. Значит, и здесь мы потом пролетим. Конечно, сступаем со стороны самозащитника. Значит, проверим содержимое диска. Да, конечно. Значит, давайте так. Вы, знаете, здесь хотя бы на ножке диска, что понятно, от кого это, значит, от зимула. Да. От кого исходят данные. Электронный носитель информации, кто его представил в суд. Так что, в самом материале он строит еще диск есть. Там вот расписались Чуванина, Паршин на обложке, в которой упакован диск. Чтобы не было, тут я написал, вот, не обязательно, что же бождение там написал. А, свое слово пить его поставить. Поменится. Да, да, вот, чтобы понятно. Была цепочка одна, то что появляется в деле. Вопросы, пожалуйста, свидетели имеются по существу, пожалуйста. На основе чего у вас существует незаконная деятельность, нарушая по ДТД закон? Нет, подождите, пожалуйста. Почему вы все взяли, чтобы незаконно? Прошу переформулировать вопрос. Или, значит, как часто, так, вы еще бьете свою жену, да? Вот таких вопросов не должно быть. Вы по-прежнему бьете свою жену. Как же вот так? Просак. Поэтому давайте просто переформулировать вопрос так, чтобы они были, вообще возможно было на них ответить. Потому что я говорю, как, по-прежнему. Задайте, переформулируйте первый вопрос. Нет, ну, можно. Пусть вы не знаете, что вы производили. Преследование транспортного средства под управлением, рубавина, нарушая правила дорожного движения. А скажите, у меня нужны касования? Я же не должен согласоваться, гражданская общественность. А, то есть. Большие вопросы, думаю, вы? Ну, давайте так. Кто сообщил, водитель? Непутодушный гражданин, анонимное лицо. Это важно? Да, это важно. Ну, вот так вот. То есть вы отказываетесь сообщить данные. Данные данного. Анонимное лицо сообщило. Чем поведение вызвало сомнение? В чем? Да, чем? В поведении. В поведении. В реакции его. Запад алкоголя. Это... Через стекло вы почувствуете? Я же сказал, сначала стекло было открытое, а потом закрытое было. Я был в один, значит, в один. Естественно. Но первый признак – алкоголь, запад. Верно? Так, потом вопрос. А дальше, с чем у нас с вами происходило? Давайте, нет, нет, вопрос. Если вы сейчас послушаете, у вас вопрос конкретный возникли свидетели. У нас такой порядок. Я понимаю, что вы свидетели хотел бы иногда вопрос какой-то задать, но, к сожалению, определенная процедура в суде вам присутствует. Вы лично пытались пообщаться? Лично пытались пообщаться, конечно. Он потом впоследствии окно не открывал, к сожалению. Преследование для вас такая шутка была или игра? Когда вы прислевывали транспортное средство под управлением сувалем? Ну, я посмотрел ваши видеоролики, там вы очень весело об этом сообщали. Для вас это была как бы игра-шутка. Означение? Это ваше восториете, эта ситуация. Как вы видите, это не игра, не шутка, потому что мы находимся в судьбе. Также вы сказали, дыхалки не хватило. А то, что сделали подсечку, повалили и дали, нанесли попои, это тоже из-за дыхалки? Он сам себя ударил. Человек это придумал. А следы на теле тоже это, да? Какие следы? Ну, которые у него потом появились. Вот именно ключевое вы сказали, потом. Потому что потом ему где-то ходить, с кем-то общаться. Вы видели фокусы, потом это все прекрасно видно было. То, что он не мог потом, постфактум, этого никак не было. Вы сказали потом. Потом это логичевое здесь. То есть бежали за ним, его повалили. Дали, они пришли в лошадь. Посмотрите, мы ответили на вашу вопрос. Никаких телесных повреждений, что он не причинял. Он упал, выдохся, встал и пошел обратно. У него же транспортное средство написано, и можно вернуться к нему. Вы оскорбляли, Друга, Сергей Владимирович? Нет, конечно. Ни разу? Нет, ни разу, что ли. На каком основании вы вели съемку медпочереждений на медосвидетельствах? У нас запретов никаких не было. И конкретно в Митцинском кабинете никто не осуществлял видеосъемку. Осуществлялась в холле. Это запрещено? У меня больше нет вопроса. Трубалин, вопрос. Если есть, задавайте. Да, один вопрос. Вы лично сами слышали, как я отказался от прохождения на биологический анализ. А как вы могли слышать, если вас не было в кабинете? Я в холле сказал, две были открыты. Это достаточно? Ну, конечно, вы достаточно громко. Я не считаю это, что я... Скажите, пожалуйста, вы смотрели этот сюжет? На аудио, точнее, на видеозаписи имеется ваш голос, который отказывается от прохождения рассказа действия? Что это, Валя? Ну, вы, наверное, должны помнить. Нет, что это, Валя? Я не смотрел, честно. Валя, ну, мы с вами посмотрим. Сейчас, спросите, потом обязательно. Единственное, что, раз вопрос возник, для того, что он открывается с помощью компьютера, диск, я сейчас проверю, что он открывается. Чтоб я был уверен, не нужен какой-то формат, чтобы позволить нам. То есть, там на видеозаписи есть, как бы я говорю, что я не буду проходить свидетельствами, так как я уже дыхнул. И типа то, что меня поставят на учет, как вы говорили, да, как меня... Вам так разъяснили, верно? Мы разъяснили то, что... И получается, если ты про последствия, да, там это все же не говорится. Ну, скажите, вы сейчас вообще под чем-то или нормально? Под чем я сейчас. Ну, вот я спрашиваю, вы под чем-то сейчас? Я сейчас свежий, абсолютно. Я сейчас и свежий, да? И всегда я свежий. И сейчас и всегда я. Давайте так сейчас. Мы сейчас это не записываем. Никакие вам же ключи не ведутся, не емалины. Все это не надо. Сейчас мы... Так, вот сейчас. Просто, что открывается диск, потому что если не открывается, я хотя бы предупрежу, что у вас... Не стоит, он не ухрен. Я так не могу рассказать. Присвеженность сейчас. Я снизу на два. Я снизу на два. Я снизу на два. Иди сюда. Да, да, на инкаршу. Открывается. 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 Как раз посмотришь, что же. Так. 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 Подойди, смотрите. Вот подсадик. Вадим Юрьевич. Смотрите. Ну вот как бы там просто и учителя состоит. Само... Один фарм преследования... Он преследован. Он будет. Вадим Юрьевич. Вадим Юрьевич. Вадим Юрьевич. Вадим Юрьевич. Вадим Юрьевич. Вадим Юрьевич. Скажите, пожалуйста, вы себя считаете невиновным? Что вы отворачивались? Вы стесняетесь? Вы же невиновны. По вашему мнению... Вы хотите комментировать? Проконсультировался. Он сказал, да, можно комментировать. Все правильно. Вы абсолютно правы. Можно комментировать. А вы смогли бы его комментировать, раз прибавлено отказывается? Не считаете нужно. Не считаете нужно? А что вы оставили можно? У вас вопросы классные были по поводу того, чтобы вы фактически нас обвинили, говоря о том, чтобы якобы осуществляли незаконные деятельности. Вы очень, так скажем, употребили неудезно слова в судебном процессе. Вам нужно указать статьи, неравный закон, непосредственно... Надеюсь, заявление будет... Можете сейчас меня не беспокоить, я сейчас занят. Вы скажите, заявление будет подано в отношении именно на меня? Как посчитают мой доверитель? Если он сочтет, то нужно... Напишите, пожалуйста, заявление на меня в полицию, как вы считаете, что я осуществляю отношения у вас на законодействие. Он не хочет нам не представлять. Можете мне оказать давление? Я это не считаю. Я понял. Вы сейчас касаться, как вы думаете, да? Угу. Как вы думаете, сегодня будет у меня совмешение? Думаю, да. Мы то, что думаем. Более того, мы надеемся, что сегодня лишат. А в перспективах, как вы думаете, такие трубальные решения? Я вам не сказал, что я не намерен давать никаких вам пояснений. Хотите, я сейчас буду мастер-дамусом в данном случае? Возьму за такую ответственность. Я предсказываю, трубавен, ты будешь лишён. Смешно. Смешно. Даже у меня есть и рассмысили. Ну, это же хорошо, хорошее настроение. Это вот вопрос к тому, что была ли та ситуация для нас смешная или какого-то? У меня всегда хорошее настроение. Даже какая бы ситуация ни была. Даже если он пишет у меня, я к этому уже привык, заявление в больницу. Мы также будем идти с радостью, с одной людьми болиться, давать объяснения. Даже если меня посадят в тюрьму, я буду очень радостным. Но этому не бывает. В общем, я предсказал твои будущего, ты будешь лишён от полутора до двух лет. Я думаю, на один год и шесть месяцев тебе дадут лишение правоуправления и 30 тысяч штрафов. У тебя будет всего лишь 60 дней на оплату данного штрафа. Потом по 20-25 можно привлечься. Это за неоплату. Да, мы действительно нормально. Мы пьяных водителей будем ловить. Мы не позволим никому ездить пьяным в этом городе. Особенно это касается тех, кто думает, что им всё позволено. Вы, в первую очередь, ездить пьяным не будете. Поверьте нашему слову. Да. Оглашается реликтивная часть постановления по делу номер 3-3 дробь 2020. 22.01.2020 года мировой судья, судебный участок номер 8 в Комитарском судебном районе Воронежской области Артамон с участием лица в отношении которой ведётся производство по делу об обеспечении Турбавина. СССР защитника Турбавина С.В. Туркина, надеял действующий на основании доверенности, рассмотрев дело об обеспечении прорушения происходящего в части 1 статья 12.26 Кодекса РФ об обеспечении прорушениях. Далее, Куапа РФ в отношении Турбавина Сергея Владимировича 14.12.1985 года рождения уроженца города Воронежа, гражданин Российской Федерации, со слов состоящего в браке, официально не работающего, зарегистрированного проживающего по адресу городской улицы Трампы. На основании должного руководства в части 1 статья 12.26 статья 3.5.3.8.4.1.29.9.29.1 с Кодекса РФ об административных прорушениях, мировой судья постановил признать Турбавина Сергея Владимировича 14.12.1985 года рождения виновным в совершении административного прорушения происходящего 1 статья 12.26 Кодекса РФ об административных прорушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Разъяснить, что административный штаб должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления и постановления в законную силу либо со дня истечения только отсрочной или рассрочной перспективной статьи 31.5 Кодекса РФ об административных повышений. Документы, свидетельствующие об уплате штрафа, представлены мировому суде Город Воронеж, Красный 2, судебный штат номер 8 в Коментарском судебном районе Воронежской области. Реквизиты для оплаты штрафа получать платежа УФК Воронежской области ГУ и МВД России по Воронежской области НН 366-409-9722 КПП 366-401-001 ГРКЦ ГУ Банк России в ИтС. 304-1-0-1-1-20-1-401-130 1-1-1 1-180-1080-4361970-1-43035 Штаты 32.7 К cheddar балк на tamamen интернат начинается с дня вступления в документ Henry оценке из Иринки cham у nitrogen оснащен лицо лишенных loo м отыкновение 12 ж Rinк у орган исполняющий наказанием лишь реальное питание защиты ранее ны qua В случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок. В случае уклонения лица лишенного права от сдачи соответствующего удостоверения специального разрешения или иных документов, срок лишения специального права прерывается. В течение срока решения специального права начинается с дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения специального разрешения или иных документов, а равном получении органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов. В течение срока решения права в случае назначения без урешенного права обязательного наказания в виде решения того, что все это право начинается со дня следующего, за днем окончания срока административного наказания, примененного ранее. Лицо, неуплатившее административный штраф, привлекает следовательную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса РФ РФ об административных правонарушениях, что влечет в доложение обязательного штрафа двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа административный арест на срок до 15 суток либо обязательной работы до 50 часов. Постановление может быть обжаровано в 10-й, на срок среднего облачения или облачения копии постановления в КСССР в Воронеже через мировую судью, либо непосредственно в КСССР в Воронеже. Судебное заседание закрыто. это прям хорошо дорогие друзья ну что мы подведем итог в итоге немножко нострадамус ошибся хорошо что я ошибся и ошибся два года лишения права управления так что труповин бесполезно это все обжаловать дальше тоже все заселят сам как понимаешь где-то накосячил так что походи два годика пишучком 30 тысяч заплати за штраф ну и соответственно юрист это тоже вознаграждение отдать за его работу до новых встреч подписывайтесь на наш канал а